Девушки, идём в Кос. Посмотрим, что у нас новенького. Распродажи кончились, но вот уже зима вовсю. Светара, светара, светара. Тёплое пальто, тёплые юбки. Всё, лето кончилось. Как жалко, но что делать? Да, вот видите, всё уже, всё, тёплое зимнее. Плащи, светара. Интересно, мы ещё найдём что-нибудь не такое уж? Не такое уж тёплое. Я вижу, что одни светара. Ну что ж, будем примерить светара, когда совсем ещё не хочется. Они такие толстые, большие. Совсем ещё не хочется прямо вот в такое, в зимнее вовсе. Нет, ну есть ещё такое, знаете, средненькое, такое осенненькое. Так, посмотрим, что мы сейчас найдём. Что мы сейчас поищем. Вот такие вот косовские платья широкие, такие баллоны интересные. Полосочку платья интересное, видите, какое в разные, в разные полоски. Не знаю, может померить его, взять скупану. Стоит 150 долларов, но это для кофе у нас дешено. Так, вот эту штуку я мерила в прошлом сезоне, они снова их повесили, вот эти вот. Полупальто, чёрненькое всё. Ну, в общем, короче. Так, вы знаете, в кос очень трудно вот так вот ходишь, вроде всё такое мрачное, страшное. А начинаешь примерять, и кажется, что ничего. Вот так вот я хожу, смотрите, всё какое-то такое вот. Ну что, это кофты, кофты, свитера, жилеты. Но мы сейчас что-нибудь найдём. Украшений почти нету, я что-то не вижу. Вот этот свитер в полоску или был в прошлом году, или я уже его снимала, девочки. Что-то мне он знаком. По-моему, это с прошлого года. У нас, я не удивляюсь, что у нас так вот перевешивают с года в год. Точно так же на распродаже, и точно так же на... И точно так же в коллекции, то, что было в прошлом году, опять увезли, повесили, привезли, убрали. В общем, короче, так. Вон красное платье, это я уже его мерила давно. Так, что-нибудь такое... Ой, знаете, мне вот эта юбка нравилась. Ещё было у них такое платье, но платье я не вижу. Я хотела его померить, его, наверное, уже увезли, потому что... Вот это я мерила, кстати. Потому что оно было очень летнее, открытое. Хотя, вон, видите, до сих пор сарафаны висят. Вот белый, вон там ещё белый. Вот это, в принципе. Но почему-то вот этих платьев уже нет. Очень было красивое вот это расцветки платья. Может, я его найду, если найду. Смотрите, какие интересные кофты. С интересным таким рукавом. Так, будем искать, что примерять. Это мы мерили. В общем, короче, что тут ещё есть? Ту юбку я мерила. Было много уже, чего я мерила. Но вот эти платья были чёрные и голубые уже на распродаже. Вот это интересное что-то из льна. Да, судя по всему, из льна. За 220. Ну, это прям летнее, совсем летнее красивое платье, кстати. Новое, я его не видела раньше. Наверное, везде они уже были, только у нас они в новинку шортики. В общем, короче, буду посмотреть, что сейчас найду. Кстати, вот хочу вам ещё показать. Вы помните, я примеряла эту юбку-баллон. Очень красивый. Вот сейчас к ней появились такие же вот кофты-баллон. Я не знаю, если это вместе будет выглядеть красиво. По отдельности, наверное, будет красиво. 135 долларов она стоит. Вот точно как были эти юбки. Вот такая же кофта, она книзу зауженная. И здесь у неё подкладка пришита сверху, а внизу нет. Так, здравствуйте, девочки. Мы в примерочный коз. Опять у меня какая-то чёрно-белая, я не знаю, белое платье. Чёрное платье, полосатая чёрно-белая. И вот такой костюм. Ну, практически чёрно-белый. Я не специально. Я, видите, даже сегодня я не в чёрно-белом. И обувь у меня совсем не в тему. В общем, сумку свою расхлепила. Собрать, а то она так неэстетично, некрасиво стоит. Короче, вот не знаю, что меня тянет. Я знаю, мне писали в прошлом видео, откуда я была. Откуда ж было в прошлом видео у меня. Ну, одно из моих прошлых из Манго. Там я тоже мерила всё чёрно-белое, чёрно-белое. И у меня была одета в чёрно-белое. И мне написали, что надоело уже чёрно-белое. Хочется цветного. Но косты, знаете, с цветным не очень. Тут есть парочка цветных вещей. Но как-то вот меня понесло. Вот, не знаю, это у меня какой-то... Какой-то... Вот. Значит, на мне сегодня старое платье, в которое я влезла. Оно всё в вышивке. Это не рисунок, это вышивка. Очень красивое платье. Я очень рада, что я снова могу его носить. Оно мне стало малое. Сейчас как раз хорошо. И вот под него такие джинсовые посолушки на танкетке. Это не очень модно и трендово. Но мне в них удобно на работе. И вообще оно подходит к этому платью. Всё, давайте примерять. Так, первое платье, которое мне вообще не подходит. То есть оно неплохое. Но мне оно не подходит. Это не для моей фигуры. Я вам сейчас объясню, почему. Вот здесь вы видите, оно мне как раз... То есть размер, который я взяла, не помню какой. Сейчас посмотрим. Он мне, в принципе, вот здесь внизу нормально. А вот здесь сверху он мне очень большой. Вот такой вот здесь рукав. Вот такие вот полоски. Не сидит на мне. Вернее, сидит, но совершенно не украшает меня, по-моему, на мой взгляд. Опять же, длина слишком длинная. Не знаю, она мне так понравилась на вешалке. Она мне совсем не понравилась. Причём вот если бы это был топ, например, да, какой-то. Вот так, да? То было бы, наверное, получше. А так? Ну, совсем никакое. Видите, как важно всё примерять. Мне казалось, на вешалке это классная идея. Вот эти полоски. Так, 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 сяк. Бряк. Мешок. Мешок. Полосатый мешок. Никак вообще. Так, платье. Сто процентных хлопок. 150 долларов размера медиум на мне был. Платье хорошее, неплохое. Значит, наше 150 в Европе, наверное, оно будет стоить, ну, наверное, половину. Долларов 70. Ну, сотню, наверное. Идея хорошая. Трикотаж очень хороший, плотный, качественный. Хлопок прекрасный. Толстый трикотаж. Не тонкий, сопливый. Но они совершенно не подходят мне. Ну, совершенно не подходят. Хотя мне нравится идея полосок. Мне нравится идея вот такого вот рукава. Но не мой фасон. Не села на меня. Вообще не села. Ну, и длина, конечно, как всегда. Да, лето прошло. Но мы продолжаем примерять сарафаны. Еще не прошло. На самом деле, еще есть немножко лето. Черный, не ноль, по-моему. Ну, я посмотрю. Сарафан. Он выглядит очень простым по фасону. Но в этом его красота. Он очень широкий. В нем очень много ткани. Сзади вот такая вот большая складка. Вырез. Такой треугольный. Довольно большой. Ниже лифчика. Здесь вырез нормальный. Тонкие-тонкие брительки. Карманы. И очень даже такой свободный, присвободный, красивый летний сарафан. Черного цвета. Лениной. Для тех, кто любит вот такие широкие, просторные одежды. Для тех, кого рост позволяет носить такие платья. Без того, чтобы на них наступить и не запутаться в них. То это, конечно, очень красиво. И очень хорошего качества. Он стоит недешево. Но он как бы очень хорошо скроен. Как вот эти вот все большие вещи в коз. Такие широкие, знаете. Он здесь облигает. Здесь он идет такой, расширяется. Я не помню, какой-то размер. Мне немножко великовата пройма. Низковата. Но, в принципе, так вот сел он вполне. Я хочу вам его показать сзади. Чтобы вы поняли, что у него довольно глубокий вырез сзади. Вот здесь у меня бюстгальтер. И вот он вот так вот красивым таким мысом. Красивым вырезом. Но он ниже бюстгальтера. Ну, то есть, если какой-то придумать бюстгальтер. Такой, знаете, есть такие с низким, как это сказать, низком обхвате. Есть такие, в принципе. Но надо заморочиться. Так, в принципе, видите, довольно низко вот это все дело расположено. Но делает очень красивую спинку. Или если вы вообще не носите лифчик, то вам будет это хорошо. Так, да, платье стопроцентный лен. Это был размер 8. 220 долларов оно стоит. Вот его номер. Не дешевое, но это стопроцентный лен. Если вы любите носить лняные вещи летом, то вот это платье, я думаю, что зимой оно выйдет на распродажу. Вот посмотрите, как оно сделано сзади. Я вам пыталась показать вот такой вот мысиком, так сказать, вырез сзади. Складка. Вот такая широкая складка сзади. То есть, в нем очень много тканей, карманы. А спереди оно сделано под, можно сказать, ну, такой довольно высокий вырез. Очень элегантное платье, очень красивое. Ну, опять же, красивое для тех, кто любит такой скандинавский минимализм, так скажем. Ну, действительно, очень хорошо скроено. Вот мне очень нравятся вот это горлотни, но спереди, сзади красиво. Белое платье. Это был черный срафан, теперь белое платье. Значит, тоже очень красивое, по-моему, тоже изна. Тоже за ту же цену. 220 долларов. Оно полностью сделано на пуговицах. Красивые складки, карманы. Очень простое по фасону. Здесь как бы сделана выточка, из которой расходится эта складка. Вот такой рукав очень приятный. Очень хорошее платье, в том смысле, что оно очень удобное. В нем как бы не закрыт рукав, если вам надо, закрыты плечи. Оно не узкое, не широкое. Это, кстати, размер шестой. Вот это была восьмерка, а это шестерка. Я хотела взять побольше, но не было. Но, видите, шестерка мне тоже подошла. И оно действительно очень хорошо сделано на лето. То есть мы сегодня примеряем остатки вещей на лето. Потому что уже все в свитерах, а вот кое-что мы еще успели поймать. Немножко оно, по-моему, прозрачное. Подкладки у него нету. Просто здесь нет света такого. Но мне кажется, что оно немножко светится. По ощущениям. Но на мне все бежевое, поэтому этого ничего не видно. Но я вот, например, вижу. Может быть, вам не видно. А я вижу, что вот здесь у меня нижнее белье начинается. Чуть-чуть оно отсвечивает, но не очень сильно. Смущает меня все-таки. Леон немножко, наверное, прозрачный. Но летом как бы ничего страшного. Посмотрите, какая красивая юбка широкая. Пуговицы. Внизу оно так красиво сделано. Ну, кстати, короче немножко вот этого. А, видимо, потому что размер поменьше. Поэтому оно немножко и покороче. Но тоже довольно длинное. Но платье, опять же, кто любит минимализм. Леон, лето. Оно очень... Практически оно очень неплохое. Так. Тоже стопроцентный леон. 220 долларов. Шестой размер. Или 36 европейский. Вот его номер. Ну, что я могу сказать. Ну, платье, да. Достойное, хорошо сделано. Все вот это вот. Очень хорошо все шито-зашито. Кстати, что у него сзади? Сзади у него ничего. Просто вот прямая, прямая кокетка. Здесь шов. Ну, вы видите, что оно светится. Даже вот этикетка внутри, она немножко подсвечивает. Вот так вот сделано. То есть, цельнокройный такой рукав с кокеткой. И спереди это выглядит вот так вот, тельнокройный рукав. Видимо, черное тоже немножко просвечивается, но на белом это видно больше. То, что оно, видите, вот моя рука. Вот оно, мои ногти. Видно, конечно, с ним надо очень осторожно. Да, ему за такие деньги... Ну, видите, они не сделали чехол. Если бы был бы из хлопка чехол, было бы, конечно, лучше. Но нет, нету. И вы знаете, такой лен, я не вижу, что он сильно мнется. Это такой лен. Ну, мнется, конечно, нет. Мнется, но вот так вот оно висит на вешалке. Я не могу сказать, что оно прям такое сильно все замятое-помятое. Нет. В принципе, он мнется, но не такой, видите, замялось. Нельзя, скажу, прям совсем как тряпка. Он как-то тут же расправился. Вот я его смяла. Он смялся, но довольно быстро вот как-то повис и расправился. Хорошего качества. Лен, видимо, не сильно будет мяться. Но, девочки, опять же, у нас осень на носу, но мы примеряем остатки летнего. Все-таки еще хочется немножко лета протянуть. Хотя бы примерка. Так, совершенно идеальный костюм. Вот правда, реально, очень хороший костюм. Он немножко странно сделан. Сейчас я вам объясню. Значит, этот топ имеет вот такой вот сложно сочиненный пояс, состоящий из... Он как-то так два раза обворачивается. Здесь две петли, пуговица, на которой он застегивается, этот пояс. Его можно вот так оставить. Можно заправить вот сюда в шлевку. Можно оставить. В общем, он какой-то два раза прокручивается. Интересная вот эта вот обработка. Незаконченная обработка. И вот такие вот брюки шикарные. Потом я подниму вам топ или заправлю его и покажу вам, как они сидят вот без... Сверху. Ну, правда, костюм очень хороший. Я думаю, что в нем тоже есть какой-то лен. Полоса такая вот, знаете, разнокалиберная такая полоска. И очень классные широкие брюки, как ни странно, мне хороши по длине. Но в кос, кстати, мне бывают брюки. Мне платья все длинные, а брюки, как ни странно, мне нормально. Вот объясните мне этот феномен. Если это рассчитано на высоких женщин, почему брюки очень часто в кос мне подходят по длине, а юбки мне всегда до пола в пол. Ну, видимо, тоже на разный рассчитан размер. В общем, вот такой вот костюм. Очень прикольный, очень интересный. Такой немножко напоминающий мешок из-под картошки. Ну, такая деревушка, знаете. Да, интересный пояс. В общем, потом я его сниму, рассмотрю, как следует. В общем, вот такая вот интересная вещь. Правда, хороший костюм. Сейчас я попробую заправить этот топ или как-то его поднять, чтобы вы видели, как выглядит. Так, смотрите, как выглядят эти брюки. Я заправила этот топ. Топ. Они очень классные. Это у меня десятый. Мне можно было и восьмерку. Сзади резинка. В принципе, они широкие очень. То есть мне можно было размер поменьше. Тоже, опять же, не было. Были там четвертый. Вот этот десятый. Ну, они сидят очень хорошо. Просто шикарные брюки. У них здесь такая, ну, вот эта фейковая ширинка. Карманы настоящие. Здесь есть веревочка, которая завязывается внутри, чтобы их немножко поджать. Вот тут вот резинка. В общем, очень классные. Такие брюки прямо супер. Судя по мятости, в них, конечно, есть какой-то лед. Ну, очень классный. И вот этот пояс. Смотрите. Он вот просто вот такая вот длинная. Длинный пояс. Я его сняла. На конце пуговица черная. И есть две, как бы, две петли, на которые можно его застегивать. Но он очень длинный. То есть его надо, как бы, два раза вокруг себя обмотать. Сейчас покажу. Так, вот я просто его намотала на эти брюки, этот пояс. В общем, его можно как-то с ним играться, поиграться. Можно эту кофту выпустить. Можно забрать. Можно поиграться с этим поясом. Можно просто купить эти брюки и носить их с чем-то другим. Мне они очень нравятся. Они прямо очень классные. Ой, так, давайте сниму состав, а то я забуду столько ингредиентов. 54 вискоза, 40 триллион, 2% хлопок и 1% полиамид. Ну, короче, в общем, 54 вискоза, 40 триллион. Для такого состава он довольно какой-то мнется сильно. Так, стоит топ 135 долларов. Размер был 8. А брюки стоят... Сейчас скажу вам, девочки. Значит, брюки стоят 170, размер 10. Вот их номер. Значит, здесь вот такая вот резинка сзади, веревочка-завязка, карманы, брюки широкие. И вот здесь, видите, вот так вот обработан, вернее, не обработан край. У него есть сзади замок. Но я его даже не расстегивала, потому что я и так в него влезла. В брюках сзади вот такой вот карман. Карман, не карман. Можно было мне тоже восьмерку взять, но не было. И вот, посмотрите, как сделан этот пояс. Интересно, все-таки вот... Внимание к деталям. Видите, он сделан из этой же ткани. И абсолютно вот полосочка идет ровненько по краю. То есть он не обыкак не накручен, а это все. И здесь вот есть три петли. Я думала, что две, но здесь есть три петли, на которые можно это застегнуть в эту пуговицу. И получится вот такой вот пояс. Здесь такие разрезинки в боках. В общем, очень симпатичный костюм. Очень. Видите, как сделана эта полоска? Издали плохо видно, а вот вблизи я вам сейчас покажу. Вот такая вот очень симпатичная, симпатичный костюм. Так, девочки, ну что? Вот сегодня как-то коротко. Ну, одежды немного, но вот я хотела еще как-то поддержать лето и примерять более-менее летние вещи, такие легкие. Успеем мы еще понамерить свитеров, хотя осень на носу. Вы видели, здесь много свитеров, много теплой какой-то одежды. Ну, короче, из всего вот это платье совсем мне никак. Ну, это мне, на моей фигуре, а так, может, кому-то бы оно очень подошло. А все остальное очень даже ничего. Вот этот костюм мне прямо очень сильно понравился. Вот, ну и все. Мне кажется, что на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Всех люблю и целую. С вами была Дида. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok